Привет, друзья! В этом видео я буду собирать аккумулятор мечту любого рыбака, либо человека, который любит выезжать куда-то за город, длительно находиться в автономке. Это будет аккумулятор из четырех литий-железофосфатных элементов по 304 Ач каждый. Видео с тестами этих элементов есть на канале. Реально они отдают около 280 Ач. В комментариях под этим видео вы просили, чтобы я снял видео по сборке этого аккумулятора. Таких комментариев было довольно много. Я понял, что эта тема вам интересна, поэтому почему бы не снять, не показать как это делается. Это делается не так уж и сложно, как кажется на первый взгляд. Для начала элементы я соединил параллельно на всякий случай. Всего я буду собирать три таких аккумулятора по 12 вольт. Два из них будут для увлеченного рыбака, который часто любит находиться в автономке, где-то за городом. Они любят подключать отопители, также обогреватели, которые напрямую преобразуют электрическую энергию в тепловую. В этом плане они очень увлеченные и поэтому им требуются аккумуляторы большой емкости. А третий аккумулятор я соберу для себя, для своих целей, чтобы подключать зарядное устройство, когда тестирую элементы. Потому что сейчас часто я тестирую элементы большой емкости. Разряжать приходится большим током. И чтобы зарядное устройство сильно не грелось, я питаю от аккумулятора. В режиме регенеративного разряда энергия с тестируемого аккумулятора возвращается в питающий аккумулятор и зарядное устройство греется намного меньше. Я уже забыл, когда зарядное устройство сгорало по причине перегрева. В своем аккумуляторе я буду использовать вот такую вот BMS. Она на 100 ампер, 4S. Для его двух аккумуляторов я буду использовать такую же BMS, только она больше, она на 200 ампер. И это вся разница моего аккумулятора и его двух аккумуляторов. Просто он захотел на 200 ампер, мало ли чего. Человек любит подстраховаться. Возможно, будут подключать мощные потребители, поэтому 200 ампер. Плюс, чтобы была еще большая надежность. Все-таки это вдали от города, очень далеко, сотни километров. Мало ли что может случиться, чтобы было все надежно. Мне-то чего, я разряжаю. Токи в 100 ампер меня устроят. Тем более, это номинальный ток. Обычно BMS фирмы Deli, они легко переваривают и большие токи, и 130, 140, 150 ампер. То есть, на 50 процентов больше номинальных, без проблем. Ну, есть, конечно, нагрев, но нужно как бы с головой подходить к этому. На температуру BMS тоже смотреть, нужно ее контролировать. В хорошем случае, если вы используете BMS на предельных токах. Тем более, если вы превышаете номинальные токи, то температуру просто необходимо контролировать. Элементы уже несколько дней подключены параллельно друг к другу, чтобы произвести балансировку. И потом, в дальнейшем, после сборки аккумулятора, меньше балансировать зарядным устройством. Надеюсь, это вообще, в принципе, не понадобится. Хотя, если вы смотрели видео с тестами этих элементов, у них есть разброс около 2 ампер часов. Поэтому балансировка в любом случае понадобится, сделаю я ее, скорее всего, в средней точке, чтобы было что-то среднее по напряжениям и в верхней точке, и в нижней точке, когда полностью заряжен аккумулятор и полностью разряжен. Ну, а если вы не видели это видео, зашли на канал случайно, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здесь я регулярно тестирую аккумуляторы, собираю аккумуляторы из элементов, делаю тесты на пожаробезопасность, ремонтирую разную технику, где используются аккумуляторы. На канале очень много полезных видео, поэтому обязательно подписывайтесь, если не подписаны. А также обязательно поставьте лайк этому видео. Это очень сильно мотивирует меня на съемку подобных видео, ведь занимает съемка и монтаж довольно много времени. Лайки и комментарии, в частности, из пяти и более слов, помогают продвигать видео и канал в целом. Ну и, естественно, еще больше мотивирует меня на съемку. Поставили лайк? Я же вижу, что не поставили. Обязательно нужно поставить, иначе мы не продолжим. Все, вижу, что поставил. Продолжаем дальше. Первое, что нужно сделать, естественно, убрать перемычки и выпилить такие пластинки шириной пару сантиметров и в длину примерно по ширине элементов, чтобы проложить их между элементами, чтобы они друг друга не касались. Это я делаю на всякий случай, потому что элементы в любом случае, когда заряжаются и разряжаются, немножко, так скажем, дышат. Ну и в будущем они немножко, возможно, будут раздуваться, и проставочки дадут небольшой зазор, который это все сдутие немножко нивелирует. Обычно я делаю проставки, там, 2-3 миллиметра. Этого достаточно в большинстве случаев. Если элемент будет дуться еще сильнее, то это уже нестандартный режим работы. Как правило, такое бывает, когда не используют BMS вообще без защиты. Естественно, элементы так жить долго, не будут, сдуваются очень быстро и выходят из строя. Если делать по-нормальному, использовать BMS, систему защиты, то все работает нормально, ничего не сдувается. Ну и, естественно, нужно использовать элементы хорошие, как в данном случае элементы фирмы Cuttle. Это очень крутые элементы. Выпилил проставочки, сразу вставил одну сверху, другую снизу. Здесь появилась, как вы видите, щель, зазор довольно неплохой. Сразу промазал герметиком. Как только герметик схватится, уберу фиксирующую рамку, она мешает проклеить со всех сторон, в том числе и снизу тоже. И также нужно будет приклеить вот сюда BMS. Как раз вот он B-, вот он пойдет вот сюда. Пока что все клеится, можно выпилить три перемычки из электрической шины. Одну сюда, вторую сюда, третью сюда. Получается, минус будет сниматься отсюда, плюс отсюда. Пока все подготавливал. Здесь все настолько намертво схватилось. Все четко. Вообще держится хрен оторвешь. Да, крутая BMS будет. Крутые элементы, крутой тестовый аккумулятор. Ну а те два аккумулятора с 200 амперными BMS вообще будут крутейшие шины. Выпилил. Все подготовлено. Так, здесь B- минус. Здесь первая перемычка. На всякий случай я их шлифанул, чтобы здесь лучше прилегание было. Прикручу гаечку, чтобы не потерялась. Здесь потом еще наконечник будет с проводом. Все мощно. Здесь я еще подтяну ключом. Можно теперь распаивать балансировочные провода. Здесь, как всегда, я подключать не буду BMS. Размечу примерно, где он будет стоять. Здесь закреплю его, уложу провода. Прихвачу их здесь термоклеем и сделаю их на заклепке. Кстати, здесь нужно будет еще просверлить отверстие. Забыл. Под заклепки. Вообще суперски держится. Зачищается провод, вставляется заклепка и зажимается. Такую технологию крепления балансировочных проводов я подсмотрел у суперконденсаторов Maxwell, как завод собирает. Там именно таким образом все закреплено. Вообще круто. Вот именно поэтому бывает полезно разбирать какие-то заводские сборки, чтобы подсматривать какие-то технологии. А то мне там писали, зачем разобрал, зачем разобрал. А зачем она 48-вольтовая сборка была нужна? Она как раз под это и заказывалась, чтобы порезать ее на три сборки по 12 вольт. Что очень успешно получилось. И люди довольны используют эти сборки в своих автомобилях для запуска двигателей внутреннего сгорания. Балансировочные провода разведены. Сразу на заклепки их посадил. И теперь нужно проверить, правильно ли я их подключил перед тем, как вставлять разъем в BMS. Иначе можно спалить ее. Она не дешевая. Ставлю на минус. Первый элемент 3.29. Так, не понял. 3.26. 6.5. Опа. А я что поставил? Неправильно. Два элемента неправильно поставил. Плюсами сюда. Ё-моё. А вы молчите. Вот это фиаско. Впервые такое. Вот что значит, когда отвлекают при сборке. Ё-моё. Что же делать-то? Это все разворачивать. Это же пипец. Это пипец. Либо один элемент отсюда. Сюда вставлять. Тогда BMS не придется удалять. Либо удалять BMS. Элемент разворачивать. Ну и провода в любом случае нужно будет демонтировать. Благо длина останется та же. Надо думать, как сделать с меньшими потерями. Вот это, блин, проблемка. Ну что ж вы молчите. Никто не сказал, что я неправильно собрал. Охренеть. Благо герметик еще не сильно схватился. Получилось довольно легко отделить вот эту часть. Я думаю, что самая малая кровь будет это как раз взять вот эти три штуки, развернуть их. Всего лишь придется демонтировать эти провода, нагреть феном и все. BMS останется на месте. Хорошо. Герметик не успел затвердеть. Это просто замечательно. Малая кровь. В принципе, я считаю, что да, это малая кровь. Провода заново также лягут. Длина их останется той же. Все замечательно будет. Часов на десять оставил. Элемент приклеился. Можно держится. Теперь можно перевернуть и заново балансировочные провода разводить. Ну что ж, бывает. Бывает хуже, но реже. Теперь-то это гораздо быстрее делать. Уже все разведено. Заново закрепить. Все, отлично. На самом деле, немного работы пришлось сделать, чтобы все исправить. Наконец-то аккумулятор готов. Все правильно было собрано на этот раз. Уже я подключил. BMS работает. Все нормально. Сейчас подключу к зарядному устройству и нужно будет проверить нижний и верхний порог отключения BMS. Я это делаю обязательно для того, чтобы убедиться, что BMS рабочая и с ней все в порядке. BMS на 100 ампер. Проверено. Нижний порог срабатывания 2,21 вольта. Низковат, конечно. Но, в принципе, в даташитах пишут допустимо до 2 вольт разряжать некоторые железофосфатные элементы. Хотя в реальных даташитах железофосфатных элементов пишут 2,5 вольта. Ну, здесь 2,21 вольта. Верхний порог 3,65 вольта. Это очень даже неплохой порог, как и положено по даташиту. Также параллельно со своей сборкой я собирал и две сборки для клиента с BMS на 200 ампер. Тоже проверил пороги. Нижний порог чуть повыше. У моей 100 амперной BMS 2,21 вольта. Здесь 2,29 вольта. Верхний порог такой же 3,65 вольта. Теперь остается упаковать их в кейсы. Заблаговременно были заказаны вот такие вот добротные кейсы из мощного прочного пластика. Толстостенные. Также заказаны были вот такие вот клеммы. Клеммы под резьбу М10. Центральную часть придется выкинуть. Она будет мешать. И вот так погружаем сюда сам аккумулятор. Сам аккумулятор я к днищу приклею на жидкие гвозди. Здесь удлиню провод через наконечник. Либо срежу его, обожму гильзой. Клеммы клиент попросил сделать вот здесь. Чуть ниже крышечки. Вот так их сделать. Думаю, это будет довольно удобно. Два аккумулятора. Они хотят их рядом ставить. И чтобы также можно было их подключать на 24 вольта. Свободное пространство здесь заполню плотным вспененным полиэтиленом. Также приклею его на жидкие гвозди, чтобы все держалось и никуда не делось. Корпус герметичный. Здесь силиконовая прокладка идет. Когда буду врезать клеммы, тоже промажу все силиконом, чтобы было все герметично. Больше клиенту ничего не нужно, никаких индикаторов. Поэтому аккумулятор будет довольно простой. Мой аккумулятор будет в таком же кейсе. Единственное, что, скорее всего, вот в это место я врежу себе индикатор заряда. Вот такой вот индикатор заряда. Довольно миниатюрный, компактный. У него сразу шум. Также есть датакабель для подключения. Все для подключения у него есть в комплекте. Вот такой вот интересный. Он сразу отображает процент заряда, время работы, напряжение, ток пишет. Мощность. Все, короче, отображает. Очень классная штука. Ну, кто-то его называет кулометр. Я просто называю для простоты индикатор заряда. Продвинутый индикатор заряда. Даже не знаю, что дальше показать. Все дальше делается элементарно. Думаю, на этом видео завершить. Единственное, что хочется показать, это подключение. Здесь ничего сложного нет. Этот провод соединяет экран и шум. Далее мы подключаем B- к аккумулятору. B- это на выход идет. Минус батареи будет на клемму. Плюс с батареи идет напрямую. Ну и сюда просто нужно подать питание. Плюс и минус маленькими тоненькими проводочками. Просто питание самого устройства. Все. И все будет работать. Вот что в итоге получилось для клиента два аккумулятора. Абсолютно одинаковых. Здесь мощные выводы. Провод 50 квадратов. Очень мощно. Сюда можно будет легко прикручивать наконечники моторов и других потребителей. Единственное, подожду сутки, чтобы клей просох. Нанес жидких гвоздей на дно и прям поставил аккумулятор сверху. Держаться будет мощно. Вставлю сюда плотный вспененный полиэтилен и можно отдавать клиенту. На этом думаю видео завершить. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Я рад каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в социальных сетях. Это очень мотивирует меня на съемку, на монтаж, который зачастую занимает немало времени. Пишите осознанные комментарии из пяти и более слов. Мне будет очень приятно с вами пообщаться, обсудить эти аккумуляторы, BMS, индикаторы и так далее. Ссылочки на все, что я использую в этом ролике, я оставлю, как всегда, в описании, чтобы каждый мог купить и собрать такой аккумулятор. До встречи на канале, друзья! Всем пока!